Бумажная, электронная книга или аудиоформат? Что лучше выбрать при подготовке к ЕГЭ по литературе? Всем привет, меня зовут Марина, я преподаватель Турбо по литературе, и в этом видео хочу обсудить довольно важную тему. Сейчас начало учебного года, многие уже приступают к подготовке к ЕГЭ, и в литературе встает вопрос. Как читать книги? Если вы, кстати, вообще, в принципе, задумываетесь о том, что читать, как лучше это всё распланировать, то обязательно посмотрите вот это видео, я там говорила об этом очень много. Ну а сегодня я хочу больше сфокусироваться на вопросе о том, в каком формате вообще читать, если вы уж выбрали этот путь, то здесь стоит определиться сразу, иначе можно наделать ошибок, впасть в прокрастинацию, а нам это всё не нужно. Так что давайте разбираться по порядку. Я знаю, что если вы сдаёте литературу, то для вас наверняка очень важна вот эта вот книжная эстетика, которая существует в нашем мире, особенно уже в таком диджитализированном. Мы хватаемся за возможность быть подальше от гаджетов, и книги — это отличная возможность спрятаться от них. Ну и поэтому давайте начнём с бумажного формата. Первый плюс бумажной книги — это её эстетика. Вы можете взять книгу, пощупать её, потрогать. Классно прийти в книжный магазин, выбрать красивую книжечку, ребята. Я знаю, как это здорово, и я поддерживаю всё это. Я тоже очень люблю порой прийти и взять именно бумажную книгу, хотя я знаю, что мне, например, в данный период времени это может быть не очень-очень удобно. Следующий плюс, который точно есть именно с бумажной книгой — это то, что вы видите текст перед глазами. Это важно, когда вы готовитесь к ЕГЭ по литературе, то есть вы не просто отдыхаете с книжкой, а вы именно потребляете информацию, которая вам потом будет очень полезна, которую вам очень хорошо нужно запомнить. Вам нужно запомнить цитаты, детали, последовательность каких-то событий. Ну и, соответственно, когда вы визуально считываете эту информацию, многие из нас именно визуалы, вы это лучше запоминаете. Но у этого аспекта, на самом деле, есть ещё один вытекающий другой плюс — это то, что вы становитесь так грамотнее. Когда вы видите текст перед глазами, который хорошо написан, в котором нет ошибок, в котором правильные синтаксические какие-то конструкции, грамматические все слова, ну, в общем, всё написано очень грамотно, вы тоже становитесь грамотными. То есть вы запоминаете, какие слова между собой сочетаются, как лучше строить предложения, как делать их красноречивее и так далее. И это тоже может иметь значение, если вы, например, сейчас сталкиваетесь с речевыми ошибками, то чтение — это один из главных способов избавиться от них. То есть увидеть, как же всё-таки правильно говорить. И, опять же, именно визуальное восприятие здесь лучше помогает. Однако у бумажной книги немало минусов. Первый из них — это то, что её нужно всегда носить с собой. Это не очень удобно. Вы можете поехать куда-то, отправиться в путешествие, выйти на прогулку, но вы всегда будете думать, блин, брать книгу или не брать, я вот не знаю, ну, под неё надо уже брать целый рюкзак, а я хотела взять маленькую сумочку. Вот это вот всё, оно очень сильно давит. Вы берёте книгу с собой, скорее всего, кстати, её не читаете, потому что вы не находите время на это. И такие, блин, зачем я её взял? А в другой момент, когда вы её не возьмёте, вы такие, блин, почему я её не взял? Я бы сейчас почитал и потратил это драгоценное время на нужную вещь. Короче, на самом деле здесь возникает очень частый конфликт с вот этой вот книжкой, которую нужно брать с собой. Если вы считаете, что для вас это не проблема, окей, идём дальше. Эта книжка может быть тяжёлой, это тоже проблематично, и когда вам нужно куда-то идти, вы думаете, «Мг, эта книжка добавит веса моей сумке, может быть, мне тогда её не брать?» В общем, возникает очередной конфликт. Но есть более важная вещь — это то, что вы не можете сочетать, совмещать чтение бумажной книги с другими делами. Дел у вас в 11 классе полно, есть куча каких-то, не знаю, домашек, каких-то занятий, может быть, вы ещё дополнительно занимаетесь спортом, например, гуляете, где-то ходите, готовите себе завтрак, ну, в общем, вся наша жизнь состоит из каких-то дел. Когда это вот такой вот сложный период 11 класса, то дел становится супер-супер много, и выделить час, даже элементарный час на чтение кажется чем-то невозможным. Но если вы выбираете именно читать бумажную книгу, то вам необходимо это делать. Вам необходимо выделять время чисто по чтению, потому что совмещать чтение бумажной книжечки сложно с чем-то другим, ведь вам нужно сфокусироваться на этом. Ну и отсюда вытекает следующий минус — это то, что вы чаще откладываете чтение, потому что вы такие «ммм, сейчас мне нужно сделать вот это, я почитаю потом», «ммм, а сейчас надо сделать вот это, я почитаю потом». Так до самого вечера, пока вы не ляжете спать, не начнёте новый день, и это всё не повторится. Это очень-очень важный момент, ребята. Если вы всё-таки выбираете бумажную книгу, и вы сталкиваетесь вот с такой вот прокрастинацией, когда вы откладываете это всё дальше и дальше и дальше, сразу, пожалуйста, обнаружите эту проблему, примите её, то, что она у вас есть, и откажитесь от этого формата, потому что это критично. Чем дольше вы будете откладывать, тем больше вины вы будете испытывать, а это никому не нужно. Поверьте, есть другие варианты, как избежать всей этой проблемы. Идём к следующему формату — это электронная книга. Неважно, где она у вас, на телефоне или на планшете, это тоже отличный вариант изучить книгу. У этого есть уже сразу очевидный плюс — электронная книга всегда под рукой. Ну, даже если это не какая-то вот буквально электронная книжечка, если это не iPad, то точно iPhone, другой мобильный телефон у вас всегда рядышком. Поэтому абсолютно в любой момент вы можете начать это чтение, где бы вы ни были, где-то в дороге или где-то на переменке, например, в школе. Вы точно знаете, что эта книжечка у вас с собой, вы не беспокоитесь об этом, находите даже две минуты свободного времени, можете открыть и уже прочитать несколько страниц. Именно из-за этого вы реже откладываете чтение. Это огромный-огромный плюс, что вот этот порог, который вы переходите к тому, чтобы приступить к чтению, он намного проще. Ну, с бумажной книгой вам нужно прям сесть где-то, взять книжку, настроить свет, чтобы было видно эту книжку. А с электронной книгой всё намного проще. Сидите где-то, открываете, сидите и так в телефоне, такие, почему бы не почитать? Включаете приложение, читаете книжку, всё просто. Ну, и здесь сохраняется плюс в том, что вы видите текст перед собой, он у вас перед глазами, вы можете лучше запомнить всю информацию. Ну, и, кстати, есть ещё один плюс у электронного формата, это то, что в обычной книжке, помимо того, что вы должны её носить с собой отдельно, вам ещё желательно носить с собой какие-то там маркеры или карандашики, или какие-то вот такие вот стикерочки, которые вы будете наклеивать для того, чтобы, ну, что-то подписывать. Это, на самом деле, очень классный способ при подготовке к ЕГЭ по литературе, когда вы делаете заметки, параллельно чтению, что-то подчёркивать. Это может быть важно. Здесь вот, когда мы говорим про электронную книгу, все эти инструменты тоже не нужно с собой носить, они уже у вас в телефоне, например. Но самый большой минус, из-за которого многие отказываются от электронной книги, это то, что нет той самой эстетики. Той самой эстетики бумажных книг, потрогать её, понюхать, увидеть её как что-то отдельное, какой-то вот реально предмет искусства. Увы, да, в электронном формате этого нет. Хотя я не могу сказать, что совсем никакой эстетики не существует в электронной книге. Вы её просто ещё не обнаружили. На самом деле она есть. Просто зайдите на Пинтерест и полюбуйтесь, если для вас это очень критично и единственная преграда к потреблению книги в электронном формате. Но есть и другая тоже очень важная вещь, это то, что вы не отдыхаете от гаджета, пока читаете книгу. Ну то есть в чём на самом деле плюс чтения? Это что вы как бы отвлекаетесь от всего мира. Вы погружаетесь вот в эту вот книженцию, в мир, который здесь. Он художественный, он придуман каким-то другим человеком. И всё, вас как будто нет, вы там. Но когда мы читаем электронную книгу, этого эффекта не создаётся. Вы видите выдамление, которое приходит сверху. Вы в целом, ну, тактильно трогаете тот же самый телефон, которым вы пользуетесь на уроках, в личной жизни, перед сном, утром и так далее. Поэтому такой вот эффект отключения, он не происходит. Вы из-за этого можете быстрее выиграть. Ну и сохраняется минус в том, что это нельзя совмещать с другими делами. Вы как, если читаете, значит, вы читаете. И теперь переходим к аудиокниге. Вот это самый, наверное, непопулярный вариант. И я могу понять, почему. Я в школе тоже им совершенно не пользовалась, потому что мне тяжело воспринимать на слух. Но давайте вот прежде чем поговорим про минусы, всё-таки действительно поговорим про плюсы, которые есть у этого формата. Снова аудиокнига всегда у вас под рукой. У вас всегда есть телефон, с которым вы можете включить аудиокнигу. Не реклама, но я регулярно пользуюсь именно Яндекс.Музыкой. В Яндекс.Музыке есть книги. Ну, мы с вами всё-таки здесь говорим про классику, про ЕГЭ по литературе, поэтому найти Евгения Онегина бесплатно довольно легко. Вы можете сделать это в любом другом... Как это называется? На любом другом приложении, я думаю, что даже ВКонтакте можно найти аудиоформат Евгения Онегина и других книг. В Яндекс.Музыке мне очень нравится. Другие какие-то приложения тоже наверняка имеют именно бесплатный доступ к таким книгам. В общем, это не проблема. И вы в любой момент можете включить аудиокнигу и начать её слушать. И у вас не просто аудиокнига всегда под рукой, а вы её можете ещё совмещать с другими делами. Это суперважный факт об аудиокниге. Серьёзно, ребята. Вот вы, если сейчас вы всё-таки сомнительно меня слушаете, такие, ну, как-то да, но нет, я всё-таки не хочу аудиокнигой пользоваться, поверьте мне, скорее всего, в 11 классе вы столкнётесь с тем, что у вас какое-то огромное количество занятий, и вы не поймёте, куда втиснуть чтение книги. Я это очень хорошо понимаю. Но вам всё-таки надо будет как-то это сделать. И с аудиокнигой этот процесс чтения становится намного быстрее. Я очень долго отнекивалась от этого, правда. Но когда я уже начала работать преподавателем, а это было ещё в университете, мне надо было совмещать учёбу в универе, работу, которая занимает огромное количество времени, какие-то личные свои дела, и я просто не понимала, да где мне читать. А мне тоже это важно делать, мне важно перечитывать произведения перед занятиями. И я нашла для себя выход всё-таки аудиокнига. Я наконец-то смогла, например, и совместить здесь отдых с чтением, потому что всё-таки отдыхать тоже важно. Я выходила на прогулку часовую, я знала, что я не трачу время зря, потому что я включала себе книжку и слушала её. Я слушала книжки, пока делала себе завтрак, пока убиралась в квартире, пока делала какие-то другие такие операционные штуки, где автоматические, то есть мне не надо было там думать, и я могла сфокусироваться на том, что я слушаю. И поверьте, я так быстро читала книжки, я сама была в шоке. Если бы я принимала именно только бумажную книгу, то я бы за неделю точно не смогла её осилить. Ну и, соответственно, здесь растенация становится меньше проблемой, потому что вам очень легко включить аудиокнигу. Вы знаете, что вам не нужно ждать определённого момента, вам не нужно создавать себе атмосферу, чтобы прочитать книжку. Вы просто берёте, включаете, делаете то, что вы делали, и всё. И при этом читаете книжку, потребляете информацию. Это очень-очень полезно. Но здесь тоже есть минусы. Точно нет никакой вот этой бумажной эстетики, мы поняли. Ни у чего нет эстетики, кроме бумажной книги. Но многие сталкиваются с проблемой, что им тяжело воспринимать на слух. Наверняка меня здесь слушают люди, которым это очень легко даётся, и они как раз-таки не понимали мой тезис про вот это вот визуальное восприятие информации. Но всё-таки, я думаю, большинство ребят, кто сейчас смотрит это видео, именно визуалы. Кстати, напишите в комментариях, вы лучше воспринимаете визуально, или наоборот, как раз-таки на слух. Мне будет интересно посмотреть, сколько же всё-таки нас с вами. Я визуал. Я тоже очень тяжело воспринимаю на слух. Прямо когда я пыталась слушать аудиокниги ещё в школе, я включала, и такая, чё, я вообще не понимаю. Ну, то есть, классика, она в целом сложная. Там очень много непонятных слов, говорят про вещи, которых уже не существует, и ты не понимаешь, о чём идёт речь. И тебе тяжело это читать, хотя ты, ну, читаешь, ты видишь это всё. А воспринимать на слух — это всё ещё тяжелее. Я понимаю, ребята, это правда так, но этот порог нужно просто перейти. Нужно дать себе время, чтобы научиться воспринимать на слух. Если вы не слушаете подкасты, если вы чаще всего потребляете информацию именно визуально, то это говорит не о том, что вы не можете это делать, это просто вы не привыкли это делать. Но если вы внедрите эту привычку в свою жизнь, поверьте, мозг довольно быстро перестроится, и быстро научатся воспринимать информацию на слух. Нужно дать себе это время, и у вас всё получится. Ну и, конечно, здесь возникает другой минус — это то, что вы не видите текст перед своими глазами, но это всё субъективно, опять же. Если вы просто привыкли воспринимать информацию визуально, и вы считаете себя визуалом, то да, возможно, вы будете не так хорошо запоминать какие-то фразы. Если же вы научитесь это делать, то вы всё равно научитесь и запоминать эти фразы. Понимаете, о чём я говорю? То есть здесь на самом деле нет той самой проблемы, что вы ничего не запомните. Нет, нужно просто научиться это запоминать. Причём я даже больше склоняюсь к тому, что мы очень хорошо запоминаем, будем хорошо запоминать, если будем слушать произведения. Почему? Когда мы читаем произведения, если вы там, например, в одиннадцатом классе, вы не очень любите русскую литературу, вам это всё довольно скучно, нудно, вы читаете, ничего не понимаете, потому что там говорят о непонятных вещах, то вы вряд ли чего-то запомните. Но когда вы слушаете, вы слушаете читку человека, который понимает этот текст. Он делает правильные интонации, он очень хорошо проговаривает какие-то вещи, и просто по тому, как он читает, становится уже понятнее, становится интереснее. И я могу точно сказать, что определённые цитаты какие-то я запоминаю именно на слух, потому что я услышала, как люди это читают, и это прозвучало так красиво для меня, что это врезалось в мою память. Поэтому доверьтесь этому. Я, возможно, в этом видео не просто рассмотрела плюсы и минусы, а прям так ещё подошла к пропаганде определённого формата аудио. Но я правда верю, что это может быть вам полезно, поэтому вы можете ко мне прислушаться, можете не прислушиваться, можете сделать вывод сами из тех плюсов и минусов, которые я выделила в этом видео. И, да, напишите в комментарии, что вы всё-таки предпочитаете, что вы всё-таки думаете использовать, бумажную книгу, электронную или аудиоформат. Мне тоже будет очень интересно почитать. Ну, а с вами была Марина. Приходите на курс, чё сказать. Подписывайтесь обязательно на канал, здесь очень много полезного про ЕГЭ по литературе. И ставьте лайк этому видео, если оно было для вас полезным. Ну, или если вам было просто приятно меня послушать. Всем пока и удачи в подготовке! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...